Мэр Магадана Юрий Гришан проверил работу кнопок тревожной сигнализации. Накануне в Казани произошла стрельба в школе. Преступник ворвался в учреждение и убил 8 человек. В связи с трагическим событием глава муниципалитета совместно с сотрудниками Росгвардии и департамента образования посетили школу и детский сад, чтобы проверить, насколько детям безопасно в учреждениях. Это трагедия для всей страны. И когда происходит какая-то трагедия, мы хотим посмотреть, все ли у нас здесь сделано, для того, чтобы такого не произошло. И что поразило меня в этой трагедии, что этот убийца проник все-таки в учебные заведения. И поэтому я решил посмотреть, что у нас все-таки в городе. Мы очень много выделяем средств на то, чтобы сделать антитеррористическую защищенность объектов. Везде установлены кнопки тревожной сигнализации. Раньше это был учеб. Сейчас мы ушли на Росгвардию. Вот вы видели, мы сработку проверяли. В течение пяти минут Росгвардия прибыла на место сработки тревожной сигнализации. Пока дети в учреждении, здание находится под защитой вне ведомственной охраны. По словам специалистов, реагирует на ряд после нажатия кнопки быстро – 5-10 минут, в зависимости от того, где находится объект. После прибытия эксперты выясняют причину, по которой сработала сигнализация. Такую кнопку установили в 24 учебных учреждениях города. Руководством города принимаются меры под принятие под охрану. У нас 47 объектов в школе, которые необходимо принять до настоящего времени. Принято у нас 24 объекта. Работа в данном направлении продолжается. И в соответствии с распоряжением правительства и решением антитрористической комиссии, до конца года все школы будут оборудованы кнопками тревожной сигнализации. Защищают детей по-разному. В учреждениях, где еще не установили тревожную сигнализацию, действуют кнопки частной охраны компании. Также в организациях установлена система видеонаблюдения. Кроме того, с детьми проводят беседы.